Ну что, ребят, всем огромный привет! Это у нас игра Clash Royale, и сегодня вам предлагаю взглянуть на то, как же у меня обстоят дела на моём втором аккаунте. Покатаем той колодой, которой я играл действительно длительное время, и в принципе, ей я играл успешно. То есть, вашей колоды, как вы понимаете, сегодня не будет, именно тех дек, которые вы мне предлагаете в комментариях, потому что если всегда брать что-то из комментариев, то таким образом можно действительно довольно-таки спокойно забыть свои старые колоды, а это я не думаю, что есть хорошо. В общем, так себе выглядит данная колода. Ну, не так себе, а вот так именно выглядит она. Собственно, это колода Джейсон, я думаю, многие её помнят. Это победитель первого турнира по Clash Royale, и в принципе, она до сих пор рабочая, по крайней мере, с помощью неё я и дошёл до этих трофеев. В общем, время тянуть я как-то вообще не горю желанием, поэтому предлагаю вам уже отправиться в нашу первую катку, в которой нас первонаперво встречает девятый уровень, даже без клана он. Такое не особо часто встретишь, хотя ничего особенного в этом нет, ну, в общем, ладно, не суть. Ну что, думаю, можно начать каточку со сборщика, в принципе. Раз он нам выпал, то можно, я думаю, и сделать именно таким образом. Гигант, а именно королевский гигант, девятого уровня. Как вы думаете, а это что за связка? Кор Гик плюс кто? Ведьма? Не дай бог Спарки, что это? Я... А, колдун. Окейушки, пока мне всё понятненько. Ой, вот ледяной маг, ребята, это вообще нехорошо. Ледяной маг с его сплэшаком вообще дико-дико расстраивает. Ладно, сейчас нужно ещё отбиться от его нападения, нужно подождаться, пока колдун воткнётся в вышку. Отлично. Слушайте, а у него таки есть шахтёр, я увидели, в начале катки держал именно миньонов над сборщиком, потому что я прям реально чувствовал, ну, не чувствовал, а ожидал того, что противник скинет шахтёра на него. И потом я понял то, что у него его нет, а оказалось, он у него есть. И, кстати, смотрите, ребят, наша атака превратилась... Ну, как, вернее, неправильно говорю. Наш деф превратился в контратаку. Это ли не круто? Вот что я хочу вам сказать. И, в принципе, я доволен. Мы практически забрали у него правую вышку, и то, что он нам только что сделал... Я сейчас говорю про то, что довольно наизичах забрал мою вышку справа, в этом нет ничего плохого, потому что я у него уже забрал две стороны. Вот это вот, конечно, да, было довольно неожиданно, но я доволен, мягко говоря, очень сильно. Так, ну что. Как бы здесь можно было поступить? Есть какие-то, ребят, предположения? Может быть, что-нибудь из этой серии? Наверное, скину варвара, в принципе, уже. Тут сразу же добавлю гиганта, чтобы он колдуном своим не выносил моих варварят. Я не знаю, может ли их так назвать, но я назову. И, в принципе, давайте наблюдать за тем, что происходит на карте. Если сейчас все пройдет как по маслу, я надеюсь, так все и пройдет, то это будет снос на три короны, на что я дико-дико надеюсь. Ну и вроде бы как... Да, так оно все и оказывается. Куча мелочи вотнулась в его вышку вместе с гигантом, который впитывает урон. Это все, здесь ему уже ничто не поможет, поэтому мы побеждаем. Прекрасно, три короны, сразу же в королевский сундук они полетели. Это, безусловно, радует. 31 трофей даже мы с вами умудрились поднять. Ну и всего лишь одну корону мне нужно где-то найти, чтобы у меня была возможность открыть королевский. Прекрасно. Так, второй, девятый уровень сразу же в поиске. И, в принципе, не знаю, это, наверное, нормально, потому что нас бы могли вообще спокойно и без зазрения совести кормить чисто десятыми левелами. То бишь, давали бы только их в поиске, это было бы, ну, вообще нехорошо. А так, девятый, то есть, такое себе ни рыба, ни мясо, потому что вообще хотелось бы ровесников встречать, но, как вы понимаете, встречать ровесников в нашей нынешней игре это, по-моему, практически невозможно. Так, собственно, с помощью фаербелла отлично мы здесь расправились с кучей его юнитов. Далее я скидываю своих варваров, которые, надеюсь, отлично справятся с его гигантом. После этого я попробую добавить своего гиганта как раз по той же стороне, в надежде на то, что это все добро перерастет в контратаку. Кстати, а вы заметили то, что у противника три сплошевика? Видимо, бомбер-маг. Немного ли, как вы думаете, его будет? Ладно, в общем, дело не наше. Наше дело в том, что мы уже практически забрали у него вышку слева. Мы очень хорошо ее прокоцали, как вы сами заметили, и даже не практически ее забрали, а снесли. Извините меня, охренеть. Вот это я доволен, конечно. Так, еще бы в идеале от Хога отбиться. Я попробую это сделать с помощью гоблинов. Там мне еще миньончики помогали. Да, отлично, ребята, получилось. Вышка сейчас сагрится. Ой, не-не-не, друг-друг-друг, давай не будем коцать. Вообще, любой урон мне сейчас абсолютно не рекомендуется получать 49 хп. Боже-боже-боже мой, насколько все плохо. Так, он решил ее вытравить поизоном. Мою вышку этим нужно пользоваться. Ну, я сейчас говорю про то, что он как бы слил на это дело эликсир. Ну, поизон, 4 эликсира, извините меня, дорого. И я попробую этим воспользоваться и забрать у него сторону справа. Будем надеяться, что это сканает. Ну, вроде как, да, так оно и получилось, ребята. Наша такая вот задумка полностью оправдала себя. Мы забрали у него вышку справа, и я, мягко говоря, доволен. Так, какие-то предположения у вас имеются. Дамы и господа, я, наверное, бы поставил сборщик, потому что пока не знаю, что делать. Я, насколько понимаю, он сейчас на 3 короны пойдет. Не-не-не, я думал он сейчас к бомберу что-то такое докинет, прямо сверхопасно, но этого не случилось. Так, а где у него товарищ маг? А, ведьма. Он решил начать с ведьмы, а колдун пойдет? Нет, колдуна пока не вижу. Я уже, значит, скину, пожалуй, фаер. Вот здесь вот добавлю... Ой, варваров я, походу, зря добавил. Все-таки, ребят, куча сплошевиков действительно решает. Вот что я хотел бы вам сказать. И он меня довольно жестко прессингует в плане моей центральной вышки. Я буду надеяться, что ничего хорошего у него из этого не получится. Я реально хотел бы в это дико верить. И если я сейчас буду чисто сидеть в дефе, я думаю, из этого также ничего хорошего не выйдет. Поэтому нужно уже отправляться также в нападение. По крайней мере, пытаться хотя бы нападать. Иначе мы просто, ребят, с вами сядем в задницу. И все, ничего хорошего из этого не получится. Ну, вроде как, если я все правильно понимаю, все у нас довольно неплохо. О, я своим сборщиком только наоборот подтолкнул его юнитов к вышке. Но мне абсолютно все равно, потому что я успел забрать. Боже, он скинул поизон. Это было настолько близко к поражению. Вы себе даже не представляете охренеть. Вот это мне, конечно, жутко фартануло. Согласен. Вторая трешка подряд. Ну и давайте откроем королевский. Раз у нас предоставляется такая возможность. Золото, три надгробия, четыре сборщика. Ну, в принципе, такое. Такое себе в плане карт выпало. Пойдет. Не будем привередливыми товарищами. Вау, восьмой уровень. Слушайте, а вот это вот, я думаю, будет интересно. Но предположу, не предположу, вернее, а смею предположить то, что у него есть легендарок. Потому что зачастую восьмой лвла. Ой, вот это вот, конечно, неудачное место выбрал для нападения. Серьезно вам скажу, друзья мои. Место выбрал я охреновое, если вам признаться честно. Вау, он еще и разряд, да? Докинуть решил. Ну, в принципе, это неплохо, потому что я могу сейчас спокойно покоцать его гиганта своими гоблинами, а его гоблинов забрать, скажем, с помощью варваров. То есть они будут принимать урон. Нифига себе он там мелочи наколдовал. Как будто, вот, знаете... Слушайте, я скину фаербол, вы можете посчитать, что я дурачок. Я дурачок. Я еще и промазал этим фаерболом, бог ты мой. Это было вообще позорище какое-то. Как можно было так им промазать? Жесть. Я попробую сейчас с помощью миллионов отбиться, то есть вытащить ситуацию больше в свою пользу. Что-то вроде как у меня получилось из этого. И противник, насколько я понимаю, просто будет жестко спамить. За счет того, что у него есть гигант, который будет отлично впитывать урон. За счет того, что у него есть еще немножко гоблинов, он, скорее всего, и вытащит. Сие мероприятия, потому что это постоянно наплыв гоблинов, от которых очень-очень больно. Вот что я хочу вам сказать. Ребята, я скину здесь своего гиганта, чтобы он повпитывал урон, и сделаю так. Будем надеяться, что это прокатит, потому что мне нужно... О, я забыл у него разряд. Как же у меня это могло из головы вылететь? Боже, поганый ты спамер, восьмой уровень. Я уже думал, что ты играешь как-то достойно, но спам это не достойно, братан, пойми. Как это больно, сколько он их наколдовал. Тысячу, две тысячи, понятно просто все. Меня изнасиловали. Гоблины, их было очень много, у меня не было ни стрел, ни запы. И в этом минус моей колоды, к сожалению. И он как раз в этом и заключается. Вау, второй восьмой уровень. Может быть, хотя бы с тобой все будет немножко попроще, или ты так же меня заспамишь, или вообще легендарка у тебя будет. Надеюсь, что эта катка выйдет хотя бы чуть-чуть поблагоприятнее, нежели чем предыдущая, чем предыдущая, потому что предыдущая меня вообще дико-дико смутила. А что мне делать? Я, пожалуй... Вау, вообще какой неудачный набор юнитов лично для меня, друзья. Серьезно вам признаюсь. Ай-яй-яй, гоблины спасайте. Гоблины спасите. Да, гоблины меня спасли, быстро забираю его ведьму. Но, в принципе, я отделался, мягко говоря, неплохо, потому что могло бы быть все куда хуже. Нападать мы будем с противоположной стороны, потому что нужно сделать так, чтобы его юниты, которыми он будет дефаться, не перешли плавненько в контратаку. Этого бы я крайне не хотел, поэтому я и выбрал сторону справа для нападения. Смотрим, что получается. Валечка, мушкетер и вышка отлично впрягаются. Охренительные стрелы со стороны противника. И, в принципе, урона я нанес вроде как поболее, нежели чем противник нам. Но я не знаю, насколько это лучше было сделано. Но зато теперь я могу сделать, ребят, в принципе, вот таким вот образом. Кстати, нам довольно жестко накидали, вам не кажется? По правой стороне, господи, просто вот контратака переросла в то, что он теперь уже может спокойно заходить по правой стороне. И, в принципе, это будет охрененное решение с его стороны. Но и моя контратака также не обвенчалась неудачей. Она прошла очень даже ничего, и я доволен. Серьезно вам признаюсь, скину здесь фаер, пожалуй. И заберу вышку справа. Слушайте, друзья мои, а вам не кажется, что все как-то чересчур круто складывается? Как бы не сгладить все это дело? Я не знаю, гоблинов, копейщиков, не, наверное, смысла скидывать нет. Для того, чтобы ведьму его забрать, пока она сконцентрирована была на гиганте. Я этого не сделал, ну и хрен бы с ним. Так, ну что теперь? А теперь все крайне просто. Я поступаю таким вот макаром. Тут скину, пожалуй, гоблинов, копейщиков, которые, надеюсь, мне халпанут. Заберите, пожалуйста, этих скелетиков. Спасибо. Он потратил стрелы на гоблинов, копейщиков. Этим нужно пользоваться. Правда, знаете, в чем такая вот обидка основная? Мне это не поможет засейвить вышку, но мне это поможет избежать именно кучу, кучу люлей в будущем по центральной вышке. То есть, понимаете, да? Это было сделано, так сказать, с расчетом и запасом на победу. Вот здесь я однозначно скидываю фаербол и при этом уничтожаю еще у него вышку слева, что, безусловно, приятно. Так, ну что, друзья мои, предлагаю вам замутить вот такую вот связку из товарища Хога и двух видов гоблинов. Посмотрим, что же она нам принесет, какие плоды мы получим, понятно. Наших товарищей гоблинов сразу же, к сожалению, минусонули. Тут я, наверное, поступлю, знаете, как крайне просто. Скину вот это вот добро. Тут поставлю сборщик просто-напросто, чтобы гигант как раз на него и среагировал. Приготовлю фаербол, возьму его в руку, скину здесь. Тем самым заберу огромную кучу всякой дичи, что там была, но это мне не поможет сохранить вышку. Ёлки-палки, он сейчас ее заберет. А что в такой ситуиве не делать надо? Кто знает? Кто ответит тому что-нибудь там подарю? Я не знаю, я просто сам без понятия. Так, блин, у меня нет фаербола. Вот он только сейчас появился, но, по-моему, уже поздно. Слушайте, по-моему, реально уже поздно. Я не думаю, что я смогу засейвить эту сторону. И, боже, что за бред? Какого хрена у меня получается выигрывать девятых и десятых ловелов, но при этом я проигрываю восьмым? Это бредятие, да просто вот... Жесть. Че он ржет? Че такого? Я проиграл просто. Я тебе весь бой, на самом деле, так нехило делал. Тебе просто вот, не знаю, фартанул или нет, то, что так связку сделал. Ну, короче, ржать не надо тут. Ты понял, да? Опять... Это опять слив сейчас будет? Если это будет слив, я этого просто не переживу. Что за... Я не понимаю, что за идиотизм начал происходить. Весь бой реально побеждал... Ну, как весь бой, весь выпуск побеждал противника, которые были сильнее меня. И тут проигрываю противникам, которые более-менее равны мне. Хотя, как можно назвать противника равному мне, хотя чисто у него только вышка равна моей карте. Извините меня, у него варвары, там десятые, видимо, четвертые. Что в этом равного? Поэтому я даже не думаю, что как-то было слишком обидно то, что проиграли какому-то равному противнику. Нет, противник не был нам равен. Это как факт. Стоит признать, вау, у него разряд гоблинов не ваншотит. Моих. Это офигенная новость. Вот что я хочу вам сказать, друзья мои. И я почти... Почти, если вас слушать, а вот этого товарищ уже слабее нас, к сожалению. То есть, в этом плане ему однозначно будет посложнее, чем нам. Короче, сейчас он себя чувствует ровным счетом так же, как и я себя чувствовал в предыдущей катке. То есть, карта у меня выше, у него карты меньше по уровню прокачки, ему обидно. Все понятно. Примерно все так же и выглядит, насколько я понимаю. Так, ну что, наверное, я все-таки здесь, ребят, скину... Нет, не буду ничего скидывать, а просто, наверное, поставлю сборщик, может быть. Валька, конечно, бьет больно, но мне реально нечем законтрить. У меня мухи в кулдауне были, то есть, я здесь как бы бессилен был абсолютно. Поставил он только что сборщик, этим можно попытаться воспользоваться, провести вот такую вот атаку. Он поставил кривую пушку, она ему не помогла абсолютно, но огненные духи хотя бы помогли ему зарешать. Пушка сейчас не помогает его вышке, а дефаться от Хога, я ему дико соболезную. То, что немножко не везет Хога еще и сделал две тычки по сборщику, охренеть, по новому, недавно поставленному сборщику, который, знаете, вот только прям с фабрики. Ой-ой-ой, в поизон прям копейщиков скинул, я дурак, я признаю. Ну ладно, кто же знал, что у него есть поизон гигант, можно тычку? Блин, ну ты близок был, братан, спасибо тебе хотя бы за это. Спасибо хоть за это. Так, ну что, варваров, наверное, однозначно стоит скинуть. Гоблины пускай примут урон от его гоблинов, ой, вернее, от его огненных духов, надеюсь, это было не зря сделано. Далее я отобьюсь, как вы понимаете, от его мушки Тера, замучу вот такую вот комбинацию, и варвары также мне будут самую малость помогать в этом всем деле. Думаю, уже можно переходить к атаке на центральную вышку, может быть, это мне что-нибудь даст. Нет, Хог все же, нет, Хог побежал все-таки на центральную вышку, я думал он туда не отправится абсолютно, но не, вроде как мне фартануло, повезло. Далее, ребят, мучу вот такую вот связку, проверенную годами, зачастую рабочую, ой, слушайте, по-моему, вот это вот я зря сделал, если я сейчас не смогу отдэфт от Хога, я буду вообще дурачком, серьезно, потому что от Хога нужно обязательно отдэфт, нет, от Хога я отдэфт, и все. Как говорится, плохие мысли прочь, это победа со счетом 2-0. Если я все правильно, конечно, понимаю, так оно вроде как все есть. Ой, наверное, не нужно было ставить сборщик, чтобы противник, ну ладно, пускай противник забирает корону, я не буду даже ничего накидывать, если он успеет, конечно, если успеет, будет красавчиком. Если нет, то, блин, сорян, братан, я что-то как-то на автомате сборщик, да, он не успел, извини, дружище, уже, знаешь, на автомате прям сборщик поставил, чтобы как бы отдэфт, а это смысла не имело. Короче, ребят, вот какой-то такой выпуск вышел, действительно, довольно-таки он был странный, мы с вами дергали, как вы сами уже заметили, товарищей, у которых, извините меня, 10 уровень, то есть легендарочки, все дела, карты выше нашего уровня, вышки тоже выше нашего уровня, но при этом проигрывали таким товарищем, но с другой стороны, ух ты, у него даже принцесса была, вау, даже как-то не увидел ее здесь, товарищ меня реально просто заспамил. Этому товарищу, наверное, просто повезло, потому что он в итоге, конечно, так меня жестко задавил, но этого мы, соответственно, выиграли, скорее всего, за счет того, что карты были по уровню выше, хотя если так посмотреть, то смотрите, у меня только две комонки из четырех, девятого уровня у него, все комонки, ну да, это нечестно, а рарки у нас с ним одинаковые уровни, ну, кроме Валькирии, ну да, я был все-таки немножко сильнее, это стоило признать бы, однозначно, поэтому, ребят, вот как-то так получилось поиграть, буду, соответственно, надеяться, что выпуск вам понравился, побед все же сегодня было больше, но я реально старался. Все, ребят, большое спасибо, что смотрели, желаю всем тем, кто выпуск данный глянул, удачи, счастья, здоровья, всего самого лучшего, увидимся, ребят, с вами в ближайшем будущем, на новом ролике, всем, друзья мои, пока-пока.